К нашему эфиру присоединяется Олег Пензин, экономист, член экономического дискуссионного клуба. Здравствуйте, рады видеть. Здравствуйте, Олег. Я вас также рад видеть. Добрый день. Так, спасибо. И предлагаю начать с темы обхода санкций стороной террористам России. К сожалению, ей это удается, и, к сожалению, есть страны, готовые в этом помогать. Итак, Financial Times пишет о том, что экспорт в Россию из Турции гражданских товаров, используемых военными, таких как микрочипы и оптические прицелы, растет. Журналисты приводят цифры. Значит, за первые 9 месяцев этого года Турция читалась о экспорте 45 приоритетных товаров в Россию и бывшие советские республики, которые подозреваются в том, что они являются каналами поставок в Москву. На сумму 158 миллионов долларов. Это намного больше, чем в прошлом году. Средний показатель таких товаров ранее составлял 28 миллионов долларов. То есть, по сути, в 6 раз увеличилось это сотрудничество. Оно, безусловно, вызывает беспокойство у США и ЕС. Но вот вопрос, Олег. Кроме этого беспокойства, вот что? Правда, нет никаких рычагов влияния на ту же Турцию? Неужели большая политика и глобальные интересы бессильны перед санкциями? Да нет, ну, вы не правы. В конце концов, последняя поездка в Турцию у Блинкена и, как бы, приезд достаточно большой делегации с Министерства финансов Соединенных Штатов Америки существенно изменяет ситуацию. Кстати, не только по отношению к Турции, но и к Арабским Эмиратам. Опасность попасть под вторичные санкции достаточно велика. И, естественно, те страны, которые до этого неплохо зарабатывали путем помощи Российской Федерации обходить санкции, сейчас очень осторожно к этому относятся. Просто, понимаете, всегда нужно помнить, что нет вечных друзей и вечных врагов, есть вечные интересы. И турки на сегодняшний момент активно стараются сидеть на двух стульях. С одной стороны, они четко высказывают свою позицию по поводу территориальной целостности Украины. Они готовы на сегодняшний момент поставлять те же Байрактары. Они готовы создавать совместные предприятия по производству дронов. В то же время они активно торгуют с Российской Федерацией. Они строят у себя на территории ядерную электростанцию, Россия там строит. Они активно покупают газ по турецкому потоку. Причем достраивают это до Балкан на сегодняшний момент вместе с Таро Газпромом. Они активно через страны ближнего зарубежья до Российской Федерации поставляют в том числе и товары военного назначения. Так что ситуация, когда страна старается заработать на Украино-Российской войне, она в Турции присутствует в полном объеме. Так что в этой ситуации нужно понимать, что турки преследуют исключительно свои интересы. Их интерес чисто финансовый. Поэтому и то, что американцы четко сказали, ребята, имейте совесть и давайте будем наказывать тех, кто, скажем, приступает. В том числе и американские санкции тоже достаточно четко работает. И смотрите, уже и турецкая компания на сегодняшний момент ожидается в 12-м пакете санкций европейских. И американцы четко пригрозили турецким компаниям, которые торгуют товарами двойного назначения, что попадут под санкционные ограничения. Поэтому, да, и турецкие банки намного жестче стали отслеживать финансовые потоки, которые идут через них в Российскую Федерацию. И турки, кстати, запретили транзит через себя товаров двойного назначения, где конечным бенефициаром являются российские компании. Ну, то есть классический вариант сидения на двух стульях. И наш, и мы в вашем. Ну, кстати, теперь в Турцию ревизор едет американский, да, заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансов Брайан Нельсон. А посетит он Турцию на этой неделе, как сообщают источники Bloomberg, он будет просить как раз, вот то, о чем мы говорили, президента Эрдогана, выполнять односторонние санкции США против российских некоторых компаний и Хамас. И также будет говорить... Это очень корректно, когда мы говорим слово «просить». Проблема заключается в том, что любая операция, которая проходит в долларах, проходит через американские банки. Мы прекрасно с вами знаем, да, что все операции в долларах проходят через банки, которые зарегистрированы в юридисты и эмитентах. То есть юридисты из Соединенных Штатов. Банки, которые пользуются долларовыми корс-счетами, открытыми на счетах американских банков, естественно, являются достаточно четко прозрачными и мониторятся все эти операции. Поэтому, собственно, у россиян было такое огромное желание уйти в юань, в рупи, куда-нибудь подальше, лишь бы только не в долларах. Потому что все то, что проходит через американские банки, четко отслеживается. Но нужно понимать, что вся мировая торговля сырьем – это торговля в долларах. И основные объемы, которые сегодня идут в мире, идут через эту резервную валюту. Поэтому любые операции, которые осуществляют, в том числе и турецкие компании в долларах, очень чутко мониторятся. И просьба эта звучит очень мягко. Как только американское правосудие, американское министерство финансовое уточняет, что операция проходит в рамках объемов подсанкционных, тут же следует достаточно жесткая реакция, которая сначала идет через предупреждение, а потом и дальнейшее блокирование счетов. Поэтому, естественно, любой приезд уполномоченного представителя Министерства финансов в Соединенные Штаты Америки воспринимается достаточно болезненно. Да. Ну вот мы сейчас говорили о США и ее финансовой разведке, которая старается выявлять факты обхода санкций и требует от стран их придерживаться. Но давайте теперь о Европе. Ведь там тоже стоит признать, есть разные взгляды на санкции и на их ужесточение. Тот же Блумберг сообщает, что некоторые страны ЕС выступают против усиления борьбы с обходом санкций. Отмечается, что Еврокомиссия планирует их ужесточить, запретив покупать через посредника в третьих странах некоторые товары, которые могут использоваться для военного производства в России. Но есть, значит, группа стран-членов ЕС, которые против, и они указывают различные причины, что это незаконно, требуют пересмотреть, в принципе, перечень запрещаемых товаров. Говорят, что это поставит европейские компании в невыгодное конкурентное положение. Это как раз и есть, да, тот самый пример, когда война войной, но своя экономика, так сказать, ближе к телу. Ну да, мы видели заявление господина Сиарта по поводу того, что нет смысла вводить 12-й пакет, пока не разобрались, какие беды для экономики Евросоюза нанесли 11 ранее принятых. Но понимаете, какое дело? Тут нужно понимать, что у Венгрии нет ничего, кроме личного финансового интереса. То есть никаких личных отношений по поводу Украины. И если есть возможность под эту ситуацию выдавить дополнительное финансирование из Брюсселя, ну, разморозить ранее замороженные средства, речь идет и о 900 миллионах евро, речь идет и о 12 миллиардов, 12,5 миллиардов. То есть, считайте, как только речь заходит об этих деньгах, у венгров существенно меняется отношение к санкционным ограничениям и ко всему остальному. Кроме всего прочего, смотрите, вроде как сегодня уже поступила информация, что министры иностранных дел G7 дали зеленый свет ограничениям на российский алмаз. То есть 12-му пакету быть и быть в рамках 12-го пакета ограничения на торговлю российскими алмазами. Причем достаточно жесткие ограничения. Они планируют ввести эмбарго с 1 января 24-го года, а бриллианты, которые сделаны из российских алмазов, до сентября 24-го года. То есть сейчас активно обсуждаются механизмы контроля и использование вот этих вот санкционных возможностей. Но так нужно понимать, что это 5 миллиардов евро цена на минуточку. То есть в действительности, если это произойдет, это будет очень крупный прорыв в конце этого года. То есть, по сути, будет открыт новый сектор российской экономики и будет он подвергнутся национным ограничениям. То есть, что бы там кто ни говорил и какие бы ни были на сегодняшний момент риторика тех или иных европейских стран, мы видим реальное движение по поводу ужесточения торговли с Российской Федерацией и новые сектора российской экономики попадают под санкционные ограничения. То есть, в действительности, достаточно большой шаг вперед. Еще бы за Росатом взялись, но, видимо... С Росатомом, да, с Росатомом сложнее. Мы знаем ситуацию и с ТВЛ, это ядерным топливом, и собственностью, венгерской собственностью ядерной электростанции, которая принадлежит Росатому, и с утилизацией отработанного ядерного топлива французскими ядерными электростанциями на территории Российской Федерации. То есть, там много разных моментов. Кстати, поляки предлагали в качестве первого шага санкционных ограничений по Росатому запретить дальнейшие новые контракты с Росатомом. То есть, старые в рамках существующих договоренностей могут продолжать функционировать, а новые наложить на них запрет. Ну, по крайней мере, сейчас это все обсуждается, посмотрим, как будет. Но нужно понимать, что Европа четко на сегодняшний момент подтверждает свою приверженность Украине и финансовой поддержке украинских действий, связанных с защитой собственного суверенитета. Кстати, в качестве примера, Европейский инвестиционный банк открывает сегодня в Украине, в Киеве свое представительство. Это тоже достаточно большой шаг по поводу продвижения инвестиционных процессов в Украину. То есть, Европа однозначно на сегодняшний момент, вне зависимости от локальных политических каких-то возмущений, связанных с теми или иными странами, и четко демонстрирует приверженность поддержки Украины. Так, и в этом смысле хороший пример, как додавливать и не колебаться в санкциях. Это, наверное, редкий случай. Про Китай, наверное, можно сказать. Как он додавливает Россию и берет от нее все, что нужно. Значит, во-первых, проект газопровода «Сила Сибири-2», который Кремль рассчитывает протянуть в Китай, чтобы заменить Газпрому потерянный европейский рынок, продолжает висеть в воздухе. Во-вторых, Китай не желает инвестировать ни юаня в эту новую трубу, предлагая России самой полностью оплатить многомиллиардное строительство. Видимо, поэтому этот проект и висит в воздухе, так как у Путина денег нет на такую стройку. И, значит, более того, это в-третьих, Китай вдобавок требует еще больше скидок на российский газ. Это при том, что голубое топливо обходится КНР и так почти вдвое дешевле, чем европейским странам. Китай в среднем продает по 297,3 доллара за тысячу кубометров против 501 доллара для Европы и Турции. О таких китайских настроениях пишет, значит, The South China Morning Post, со ссылкой на знакомый ситуации «Источник в Москве». Как бы вы, Олег, назвали такие экономические отношения Китая с Россией? И сможет ли Путин в одиночку реализовать проект «Сила Сибири-2»? Нет, не сможет, это понятно. Во-вторых, помните, да, была такая интересная информация в западных средствах, где говорилось о том, что совместно с китайскими компаниями россияне собираются строить подземный туннель под Керченским проездом. Да, при этом тут же было заявление китайского информационного агентства, который сказал, что это полная чепуха, и этого быть не может. Китай никогда в жизни не пойдет на этот проект. То есть, смотрите, еще раз напоминаю очень известную фразу, что нет вечных друзей и вечных врагов, есть вечные интересы. Для Китая это экономические интересы. Для Китая Европа и Соединенные Штаты Америки являются очень крупным экономическим партнером. Кроме всего прочего, если Китай – мировая фабрика, то Соединенные Штаты Америки и Евросоюз – это мировой научно-исследовательский институт. И у того, у кого есть лицензии и патенты, у того, у кого есть венчурные фонды, инвестиционные компании, тот на сегодняшний момент определяет, кто будет производить тот или иной продукт. У Китая рядышком есть очень мощный конкурент с не меньшим количеством населения, который с огромным удовольствием разместил бы у себя новейшие производства, созданные по самым современным технологиям. Я говорю об Индии. Поэтому в этой ситуации Китай очень осторожно работает по поводу продвижения тех или иных проектов с Российской Федерацией. Просто потому, что для него, вне зависимости от роста объемов внешней торговли с Российской Федерацией, основными торговыми партнерами являются все-таки американцы. Поэтому в этой ситуации Китай очень осторожно относится ко всем этим вещам. Да, мы знаем, что китайские компании, кстати, они попадали под сенационные ограничения, и американские, и европейские решали проблемы, связанные с поставкой в Российскую Федерацию, товаров двойного назначения. Но это не государственная китайская политика. Те компании, которые были на этом замечены, попадали в сенационные ограничения, и, кстати, достаточно жестко отслеживались и наказывали в самом Китае. Поэтому в этой ситуации нужно понимать только одно. Китай преследует исключительно свои интересы. А его интерес использовать Российскую Федерацию исключительно как сериевой предаток. Все то, что связано с захватом российского рынка, все то, что связано с использованием российского сырья за покупку его, за национальную денежную единицу Китая, это с удовольствием. Все то, что связано с продвижением каких-то технологических вещей и более тесном сотрудничестве с том, что и в ее техническом, Китай относится очень осторожно. Поэтому в этом отношении, я думаю, что Китай преследует исключительно свои собственные интересы. Да. Ну и торговать нефтью России становится все сложнее. После введения санкций Москва все чаще сталкивается с проблемами из-за недостатков расчетов в валюте, отличной от доллара, и краткосрочного решения этой проблемы нет. Об этом сообщает Reuters. Доллар, вы об этом говорили как раз чуть ранее, десятилетиями был, остается валютой международной торговли, в частности нефтью, а попытки найти альтернативу доллару наталкиваются на трудности конвертации, а также на политические преграды. И тут яркий пример Индия, которая, мы знаем, стала крупнейшим покупателем российской нефти. Эта сторона настаивает на оплате в рупиях, но российские поставщики нефти не могут заключать сделки в индийских рупиях из-за неофициальных указаний российского Центробанка, что он не будет принимать эту валюту, мол, она неконвертируемая и вообще дешевая. А кроме Индии, Олег, ведь мало кто еще сможет покупать нефть из России в таких объемах, так ведь? Ну, 60% покупки российской нефти – это Индия, это правда. И правда является то, что на сегодняшний момент на счетах российских компаний сосредоточены рупии на сумму 40 миллиардов долларов. Детях реально некуда, абсолютно. И, кстати, было обращение российской власти к Индии с просьбой указать те товарные позиции, которые могли бы быть приобретены на эти рупии в интересах Российской Федерации. Индия ответила очень интересно. Она предложила вложить эти рупии в индийскую экономику. Ну, да, то есть, как бы, высокие отношения, опять же, мы ярко видим пример, как главное – это интересы, которые преследует конкретно взятая страна. Поэтому вот ситуация, которая сложилась в Индии, она в этой ситуации, мне кажется, наиболее показательна. Они максимально на сегодняшний момент используют те санкционные ограничения, которые есть по отношению к Российской Федерации. Кстати, индийцы не покупают нефть выше прайс-кэпа. Вот четко нужно понимать, что если там теневой танкерный флот, который везет нефть в третьи страны, продает нефть по цене, которая выше прайс-кэпа, и в связи с этим достаточно жестко преследуется во многих портах мира, то Индия ни на копейку не превысила тот прайс-кэп, который был установлен. 60 долларов – значит 60 долларов. Да, к 60 долларам добавляется логистика, но окончательная цена нефти как товара – 60 долларов за баррель. При этом расчет идет в рубиях. Поэтому в этой ситуации Индия является, будем откровенны, конечным бенефициаром всех тех процессов, которые сегодня происходят на нефтяном рынке. При этом еще раз говорю, что да, достаточно крупным покупателем нефти является Китай, и там тоже идут расчеты в юанях, и тоже на сегодняшний момент является очень большой проблемой, куда эти юани используют. Третьим по объемам закупки нефти является Турция. Турция рассчитывается в долларах, но в Турции тоже есть достаточно большие проблемы у российских поставщиков нефти, потому что турки тоже стараются не переходить прайс-кэп. То есть общее количество нефти, которое на сегодняшний момент продается в трем странах, это составляет где-то порядка 85-87% от общей добытой российской нефти. Так что этот бизнес становится далеко не таким привлекательным, как это было до начала активной фазы боевых действий. А что означает для российских граждан, и какие угрозы в целом для российского бюджета и экономики несет вот эта рукеизация и юанизация? Вот как это буквально может, что это означает для людей в России? Ну, смотрите, мы с вами неоднократно обсуждали, что на сегодняшний момент фактическое соотношение рубля и доллара является достаточно некомфортным для российской экономики. То есть он болтается где-то в районе 100 рублей за доллар, и его пребывание в этих пределах, собственно, является следствием того, что основной поток долларов, который входил в Российскую Федерацию, всегда входил от продажи нефти. В принципе, мы с вами знаем, что 30% доходов российского бюджета – это нефтедоллары. Если у вас физически не хватает долларов для того, чтобы обеспечить потребность в закупке импорта, а Россия очень сильно зависима от импорта, при этом нужно понимать, что даже Китай на сегодняшний момент товары длительного пользования для российского рынка продает за доллары. При этом на счетах российских компаний сосредоточено достаточно большое количество юаней. Но юань – очень специфическая валюта, и ее можно использовать только с индивидуального разрешения Народного банка Китая. А Китай не дает разрешения на использование юаня для покупки тех товаров, которые альтернативно могут быть оплачены в долларах. Кстати, сейчас планируется достаточно крупная операция в юанях. Россия не готовы закупить поддержанные пятилетние автомобили китайского производства, которые на сегодняшний момент находятся в Китае, за юаней. А Китай готов продать эти поддержанные автомобили на российский рынок, китайские поддержанные автомобили на российский рынок. Качество этих автомобилей, в каком виде они находятся, мы не будем обсуждать, мы понимаем, что такое поддержанный китайский автомобиль, который отъездил уже определенный период времени по Китаю. Ну вот единственный способ на сегодняшний момент, который обсуждается, куда можно использовать эти юани, полученные за продажу нефть. Хочу сразу сказать, что никогда за всю историю нефтяного рынка данное сырье не продавалось за национально неконвертируемые валюты. Оно всегда продавалось за доллар, который, собственно, эти валютные поступления были основой формирования валютного баланса Российской Федерации. Так что вот такая веселая ситуация, в которую россияне загнали себя сами. Да, да. Но, тем не менее, наверное, для многих российских граждан все вот эти новости про то, что Китай поглощает Россию и бюджет стороны вынужден ориентироваться на рупи и юани, наверное, это кажется не страшным, особенно для тех, чьи мозги вымыла российская пропаганда. Но даже эти люди, безусловно, задумаются и испугаются, когда услышат следующую новость. Ее, кстати, озвучил российский министр транспорта Виталий Савельев. Он заявил, что в результате введенных против авиаотрасли России санкций Россия потеряла 76 пассажирских самолетов. Это около 40% российского флота. И те же санкции, мы знаем, да, запретили поставки в Россию комплектующих для оставшихся самолетов. Невозможно их качественно, сервисно обслуживать. И авиаканнибализм, когда разбирает одни самолеты, чтобы ремонтировать другие, да, то, что сейчас происходит в России. Ведь он не может длиться долго. Да, Олег? Тоже рано? Да, да, естественно. Ну, россияне, когда началась вся эта активная фаза боевых действий, санкционные ограничения, россияне очень здорово кинули компании, которые предоставляли россиянам самолеты в лизинг. В лизинг, да. Компании, да, были очень здорово кинуты на десятки миллиардов долларов. В действительности, россияне, те самолеты, которые были на территории Российской Федерации, обслуживали внутренние рейсы, они просто перерегистрировали на российскую регистрацию. Все эти самолеты были переданы в лизинг иностранными компаниями, российскими авиакомпаниями. То есть, они их украли по факту? Ну, по факту, да. И, естественно, весь этот флот однозначно тут же выпал в системы нормального обслуживания и технического обеспечения и ремонта. Поэтому то, что сейчас происходит, является прямым следствием вот тех, я бы сказал, недружественных действий по отношению к лизингодателям, которые были предприняты в 2022 году. Тогда же вы помните, да, когда только начался этот процесс, все лизинговые компании потребовали вернуть самолеты, которые были у них в собственности, и переданы в лизинг российским компаниям. Россияне тогда этого не сделали. Поэтому, естественно, ситуация, о которой мы с вами говорим, во-первых, она резко ухудшает безопасность полетов. Во-вторых, любой, скажем так, технологический каннибализм рано или поздно заканчивается невозможностью, в принципе, нормально поднять воздух с бетона, какой бы то ни было самолет. То, что ряд бортов аэрофлот выгонял в Иран и там их обслуживал для того, чтобы обеспечить иностранные рейсы по тем самолетам, которые не являлись лизинговыми, это как бы известно, это было приведено в 2022 году. Но, опять же, далеко не все самолеты, далеко не все авиакомпании российские могут себе это позволить. И, во-вторых, у большинства российских авиакомпаний все-таки самолеты лизинговые. Поэтому в данной ситуации, да, кстати, нужно еще понимать, что заместить иностранные борта самолетами внутреннего производства невозможно. Те же самые сухой суперджет, который как бы всегда позиционировался как альтернатива иностранным бортам, на сегодняшний момент не может подняться воздух просто потому, что система экстренной эвакуации пассажиров была уникально создана американской компанией, поставлялась на сухой суперджет, а сегодня она не обслуживается. Это надувные трапы, да? Надувные трапы, обязательно. Надувные трапы, да. Там есть четкий период, по которому необходимо перепрошивать этот пиропатрон, который есть, а американцы полностью отказались от обслуживания. Система уникальна. Только американцы на сегодняшний момент держат техническую документацию на эту систему экстренной эвакуации пассажиров. Поэтому самолеты сухого суперджета не могут подняться в воздух в связи с отсутствием вот этих надувных трапов. И таких примеров достаточно много. Поэтому как это будет продолжаться дальше, достаточно сложно предположить. Но главное последствие, которое сегодня уже есть, это резкое падение безопасности полета в российских самолетах. И мы с вами и в ТикТоке, и в интернете уже видим, как российские борты вынуждены садиться в непредназначенные для этого места просто потому, что у них идет система отказов тех или иных блоков в самолетах, которые, соответствующим образом, не обслуживаются. Да, в общем, краденые самолеты – это очень довольно сомнительное удовольствие и очень непродолжительное во времени. Что ж, Олег, спасибо за эту беседу. Олег Пензин был в нашем эфире, экономист, член экономического дискуссионного клуба. До свидания. Всего хорошего. Оперативные новости, эксклюзивные видео, аналитические обзоры. Freedom of Telegram – только проверенная информация. Обязательно подпишитесь. Будьте в курсе всех событий. Ссылка на наш Telegram в описании.